Обычно деньги для современников стоят ровно столько, сколько на них можно купить. Ну, например, полтинник сегодня – это ровно пара чашек кофе. И уж, конечно, никто не воспринимает банкноты как музейную ценность. И напрасно решили в Оренбургском госуниверситете. Руководитель институтского музея, впервые увидев все это богатство, даже опешил. Даром, что кандидат исторических наук. Многие из этих купюр я видел впервые. Потому что в учебниках это не напечатано, об этом просто говорится. Поэтому, да, действительно, было очень интересно. Интересно, например, посмотреть на единственную монету с профилем Иосифа Сталина. Такие 50-100 крон выпустили в Чехословакии к исторической дате – юбилею вождя. И сами эти монеты моментально стали историей. Он нигде свой профиль не позволял чеканить, и нигде в мире больше таких денег нет. А вот в Чехословакии напечатал. И вот у меня есть эта монетка, что мне тоже, конечно, очень радует меня. На самом деле его радуют каждая монета и банкнота из коллекции. Ведь институтская выставка – только большая часть собрания Дмитрия. Он чакнет над серебром, медью и бумагой уже 10 лет. И все не остановится. Для него банкноты и монеты, как картины. Вот, например, советские рубли ликами стахановцев и красноармейцев поднимали дух простых людей. А оккупированные немецкие банкноты, напротив, усмиряли порабощенных. Такие Третий Рейх печатал специально для захваченных территорий. То есть они писали 50 крабованцев на оборотной стороне. Но в основном это были деньги, предназначенные уже показать, что это немецкая земля, на немецком языке. Там изображались немцы. Советские, польские, чешские, украинские, немецкие, английские, японские и венгерские. Сколько стоят такие деньги, Дмитрий не говорит. Для него разменные монеты и банкноты истории давно стали бесценными. Для меня это история. Я их собираю не для того, чтобы просто собрать, чтобы у меня их было много. А мне это интересно как памятник, как свидетельство прошлого. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.